Привет, уважаемые зрители и подписчики Альфа Центавра! Рады представить вашему вниманию последнюю космосправочную в 2020 году. Рубрика, в которой мы отвечаем на вопросы зрителей, уходит на отдых, чтобы в 2021-м вернуться в новом, более компактном и одновременно информативном формате. Вы всё ещё можете задать ваши вопросы с хэштегом «Вопрос», именно их мы используем в первом выпуске обновлённого формата. Ну а пока напомню, что ответы давали Василий Кондрашкин и Павел Поцелуев. Первый озвучил все ваши вопросы, а второй — сами ответы. Желаю приятного просмотра! Почему на снимках Хаббла нет выгоревших пикселей, как на камерах, которые долго находятся на МКС? Битые пиксели на матрице телескопа имени Хаббла, конечно же, есть. Составлена их карта, и она регулярно обновляется, и финальное изображение, выкладываемое в общий доступ, получают, учитывая битые пиксели. Поэтому на фотографиях их не видно. Для фотографий с камер МКС нет смысла тратить время и силы на подобную деятельность. Марс и Земля могут находиться по разные стороны от Солнца. В будущем, когда появится марсианская колония, будет ли смысл выводить спутник-ретранслятор в точке Lagrange 4 или 5 системы Земля-Солнца? Конечно, именно так и будет, только есть одна сложность. Точки Lagrange 4 и 5 являются устойчивыми, поэтому там могут скапливаться пыль и небольшие обломки астероидов, которые могут вывести аппарат из строя. В 2006 году НАСА запустило два спутника Stereo-A и Stereo-B в эти самые точки Lagrange для наблюдения за Солнцем с эффектом «не поверите стерео». Аппарат Stereo-A работает до сих пор, а Stereo-B был потерян в 2014-м. Причину выхода из строя Солнечной обсерватории установить не удалось. Одним из предположений является повреждение сопла одного из двигателей ориентации пылью или осколком астероида, из-за чего пропала возможность держать правильную ориентацию в пространстве. В 1960 году польский астроном Казимеш Корделевский открыл облака пыли, находящиеся там, и они были названы в его честь облаками Корделевского. Чтобы исключить вероятность повреждения такими мелкими объектами будущих аппаратов, нужно составить подробную трёхмерную карту всего, что есть в точках 4 и 5, чтобы потом рассчитать безопасную орбиту для аппарата вокруг этих точек Lagrange для будущих спутников межпланетной связи. Относительно чего определяются первая и вторая космическая скорости? Зависит ли они от высоты? Первая и вторая космическая скорости определяются относительно массы объекта и его радиуса. Просто люди очень часто путают понятия космической скорости и гравитации в целом. Например, на орбите Международной космической станции гравитация составляет где-то 90% от того, что мы испытываем на Земле. Но благодаря высокой скорости и тому, что станция постоянно падает за Землю, находящиеся на ней люди постоянно же испытывают условия близкие к невесомости – микрогравитацию. Второй космической скорости достаточно для того, чтобы разорвать вашу орбиту и покинуть окрестности Земли. Аполлоны просто выполняли несколько манёвров на пути к Луне, например, тормозили. И если вы отправитесь в любую сторону со второй космической, вы покинете околоземную орбиту. В лунный день какая будет разница температур между освещенной частью скафандра и той, что в тени? В какое время высаживались астронавты Аполлон на Луну и какая тогда была температура? Температура на Луне – очень интересный вопрос, поэтому позволю себе отметить несколько моментов. Во-первых, у Луны нет плотной атмосферы, которая могла бы удерживать температуру. Во-вторых, нет земного океана, который является отличным проводником температуры. Луны, грунт и камни имеют очень небольшую теплопроводность. Они очень быстро нагреваются и быстро остывают. С человеком в скафандре это работает немного иначе – всё-таки тепло рассеивается и отражается, поэтому какие-то невероятные перепады температур внешнему слою скафандра не грозят. Под поверхностью спутника, где-то на глубине полутора метров, температуры вообще стабилизируются на уровне минус 30 градусов по Цельсию. Все Аполлоны высаживались на Луне в лунное утро. Испытанные астронавтами температуры колебались в промежутке от минус 30 до 15 градусов по Цельсию. Изучалась ли возможность создания аппарата, который будет сходить с орбиты в режиме планера, то есть в коридоре между отскоком от атмосферы и баллистическим падениям. Ну, грубо говоря, Space Shuttle был отчасти планёром. Похожие аппараты, боинговский X-37 и сиро-невадовский Dream Chaser, тоже испытывались в режиме планера и частично могут считаться таковыми. Но вот что прям полноценно… Нет, вам в любом случае понадобятся двигатели и серьёзная система управления. Ведь на посадку влияет огромное количество факторов. Упростить возвращаемый из космоса аппарат до простого планёра не получится. Вопрос о лунном заговоре. Однажды конспиролог показывал фотографии, сделанные внутри летящего на Луну корабля. На всех этих фотографиях Земля отличалась размером, но всегда была повернута одной стороной. Почему так получилось? На сайте НАСА есть раздел с фотографиями программы Аполлон, ссылка будет в описании. Там несложно найти разные фотографии с Земли с разных сторон. Австралия, Африка, Центральная и Южная Америка под облаками. Другой вид на Африку уже с Антарктидой. Но ходить по легко доступным сайтам космических агентств — это не дело конспирологов. Им бы странные вопросы выдумывать и будоражить умы. Хотя вот Василий посвятил вопрос, почему на всех этих фотографиях Земли не видно континента, на котором живёт мировое правительство. Василий, можешь подумать об этом на досуге. А пока задавай следующий вопрос. Существуют ли альтернативы жидкостным ракетным двигателям, которые используются на ракетных носителях именно для вывода полезной нагрузки на околоземную орбиту? Существуют твердотопливные двигатели. Они менее экономичны и твёрдое топливо нельзя долго хранить, оно деградирует. Если же поискать что-то из гипотетических альтернатив, то это двигатель, в котором рабочее тело — водород или дилей — нагревается микроволновой установкой на Земле. Был стартап Escape Dynamics, пытавшийся реализовать такую схему. Мы уже рассказывали о нём в одном из первых выпусков Космосправочной. По расчётам Escape Dynamics должна была получиться одноступенчатая ракета, но стартап не смог реализовать установку с микроволновыми лучами мощностью в несколько мегаватт. Таких гиротронов ещё никто не делал. Как будет выглядеть работа варп-двигателя извне? Вполне возможно, как и в случае гипотетического тахиона, благодаря движению пузыря быстрее скорости света мы не сможем увидеть его приближение. А вот когда двигатель с варп-кораблём пролетят мимо, мы увидим два очень искажённых изображения — приближающегося и отдаляющегося объектов. Правда, благодаря тому, что корабль будет находиться в пространственном пузыре, мы не сможем наблюдать эффекты красного или синего смещения, ведь внутри пузыря длина волны останется неизменной. А наблюдения тахиона предполагаются и красное, и синее смещение для отбывающего и приближающегося изображений соответственно. Расстояние между галактиками увеличивается из-за расширения пространства. Есть аналогия с шариком и воображаемыми двумерными жителями на его поверхности. При надувании шарика расстояние между точками на поверхность увеличивается. Если бы мы нанесли координатную щетку, она бы тоже увеличивалась. Как же мы можем понять, что пространство расширяется, если у нас нет линейки, находящейся вне его, вне этого пространства? Мы измеряем неудаление, а скорость, с которой расстояние увеличивается. И ускорение, с которым эта скорость растёт. Измеряем потому, что это фундаментальные основы нашей Вселенной. То, как она работает. Мы не знаем, почему она расширяется, но точно видим, что она это делает. Нашей линейкой является свет, чья скорость в вакууме не зависит ни от чего. Поэтому при расширении пространства длина волны света увеличивается. Мы наблюдаем эффект красного смещения как для далёких галактик, так и для самого первого света, ставшего свободным во Вселенной. Свободным в кавычках, конечно же, ведь речь идёт о реликтовом излучении. Изначально оно было оранжевым, а сейчас находится в микроволновой области спектра. Понимаем, что рано или поздно всё может прийти к такому состоянию, когда свет, испущенный из одной галактики, попросту не сможет добраться до второй, находящейся вроде как рядом. Скорость света будет ниже, чем скорость расширения Вселенной. И точно измеренные значения скорости и ускорения очень пригодятся человечеству тогда, когда мы подберёмся к разгадке такой космической тайны. Гравитационное линзирование приводит к изменению видимых объектов. Возможно ли в теории расположить цепочку гравитационных линз так, чтобы в итоге мы наблюдали Землю? Конечно, в далёком прошлом. Гравитационные линзы возникают вследствие расположения объектов практически на одной прямой, когда искажённое гравитирующим объектом пространство искажает путь, по которому движется свет. И цепочка даже из двух гравитационных линз покажет вам до неузнаваемости искажённый объект, находящийся на огромном расстоянии, даже в космологическом масштабе. И всё же считайте на прямой линии наблюдения от нас. Так что боюсь проделать то, о чём вы спрашиваете, попросту невозможно. Почему столько разговоров о ядерных, варп-двигателях и других, но так мало популярны ионные двигатели? Современные ионные двигатели, относящиеся к группе электроракетных двигателей, сейчас широко используют для беспилотных аппаратов. Всё дело в том, что у всех электроракетных двигателей очень низкая тяга, и они потребляют много электроэнергии. Если их масштабировать, получается монструозная конструкция со сверхпроводящими магнитами и ядерным реактором. Самый известный реализуемый проект – плазменный двигатель VASIMR фирмы Adastra. Они получают финансирование от НАСА, а общественной поддержки, похоже, не хотят. Раз в несколько лет выдают сухие новости и дальше молчат. Надеемся, через пару лет получится посмотреть на орбитальные испытания такого необычного двигателя. Верит ли команда канала Альфа Центавра в существование Бога? Вопрос, как вы понимаете, непрофильный, но в рамках знакомства с командой можно дать на него ответ. Кратко, никто из нас не верит в какого-то конкретного Бога. Кто-то считает себя атеистом, кто-то агностиком. Такой краткий ответ был бы неинтересным, поэтому расскажем, почему мы такие. Вера – это мощный фактор снижения стресса. Человеку важно понимать внутренне, понимать, что происходит вокруг, где его место в жизни и зачем он живёт. При этом, если объяснение одно, то его качество не играет роли. Однако всё меняется, когда дополнительно появляется научно обоснованный взгляд на мир. По первым соображениям, у науки и религии нет противоречий. Они совсем о разном. Религия говорит о духовном и отвечает на вопрос «Зачем жить?», а наука изучает материальный мир и отвечает на вопрос «Почему всё так устроено?». Противоречий нет, пока не переходят к рассмотрению вопроса появления человека. В наших странах традиционной религией является христианство. Для объяснения, почему мы не верим, важно немного погрузиться в тему. Итак, с точки зрения христианства начало человеку положили Адам и Ева, которые, согрешив, ослушавшись Бога, потеряли возможность быть с ним рядом. Их природа изменилась из-за греха. И все их дети тоже рождались уже со склонностью к греху. Чтобы это исправить и не потерять в аду всех уже умерших людей, родился Христос, который стал человеком, оставаясь при этом Богом. Он уже отвергал грех и безвинными страданиями изменил человеческую природу. Человек снова получил возможность быть с Богом, но только если будет противостоять греху. Что же о происхождении человека говорит наука? Как научными методами оценить, когда появились первые люди и сколько их было в самом начале? Разные гипотезы не получалось проверить, пока не появилась генетика. Мы чётко видим, что информация о всех строительных элементах тела хранится дискретно в ДНК, и при копировании со стабильной частотой возникают ошибки, мутации. Тут неожиданно на сцену выходит филология. Точнее, математический аппарат, разработанный для филологии. Вы наверняка замечали, что в родственных языках слова, обозначающие одни и те же понятия, хоть и отличаются, но всё же очень похожи. Например, как в индоевропейских языках произносится слово «шесть». Набрав большое количество таких похожих слов, целые списки можно устанавливать, каким было исходное слово, которое потом вошло во все языки. Понятно, что мы тут сильно упрощаем, и настоящие лингвисты могут рассказать об этом подходе намного подробнее. Но мы сейчас говорим о другом, так что это сильное упрощение простительно. Так вот, генетики воспользовались этим методом и стали строить филогенетические деревья, определять у каких организмов больше общих предков, от кого произошли млекопитающие, земноводные и растения. Если бы жизнь на Земле возникла несколько раз, то и таких деревьев было бы несколько. Но у всех организмов очень много общих последовательностей ДНК. Так что все живые организмы, и бактерии, и археи, и растения, и все остальные на нашей планете имеют общий корень. Хотя и очень далёкий. Построение филогенетического дерева для людей позволяет понять, что общее число предков, живших 1,2 миллиона лет назад, находится в интервале от 18,5 до 26 тысяч особей. Никак не два человека. 18,5 тысяч предков людей никак не могли одновременно согрешить и тем самым отпасть от Бога. Концепция искупления греха Христом становится неприменимой после того, как мы получили это знание. Эволюция с двумя своими столпами, случайными мутациями и естественным отбором, задающим её направление, позволяет понять не только, что у современных обезьян и человека был общий предок, но и что нет чёткой границы между современным человеком и его предками. Все изменения проходили настолько плавно, что их было невозможно заметить, наблюдая за своими живыми родственниками. Понимание эволюции не даёт целеполагания, не объясняет, зачем мы живём, поэтому не работает как фактор снижения стресса. Так что если у вас не получается жить без веры, ничего страшного, вам совершенно не обязательно отказываться от неё, чтобы смотреть наш канал о космосе. Мы всего лишь рассказали о себе. Если же вам интересно, на основе каких данных строятся филогенетические деревья, вы можете найти ссылку на научную статью в описании. А если интересно, что нового по этой теме сделали учёные, задайте соответствующий запрос в Google Scholar. Филогенетические деревья строят разные научные группы, на разных наборах данных. Результаты их работ становятся всё более точными. Учёные не собираются останавливаться в этом направлении. Возможно ли при терраформировании создать озеро из атмосферы на Марсе? Атмосферу на Марсе ничто не может удерживать, она попросту улетучится. При сегодняшних температурах и плотности уже существующей атмосферы вряд ли вам что-то удастся. Единственный способ её удержать, поместить, например, под огромный купол. Это реально, но всё равно система будет по сути замкнута. Можно ли обогнать скорость расширения Вселенной и вылететь за её пределы? Мы с вами перемещаемся в пространстве времени и существуем только в пространстве времени. За тем, что вы называете границей Вселенной, пространства времени нет. А если бы во Вселенной что-то было способно обогнать её расширение, всё равно это что-то было бы частью Вселенной и просто своим движением за границу автоматически эту границу подвинуло бы. Подумайте об этом на досуге. Почему двойные звёзды не поглощают друг друга? Двойные звёзды довольно часто сталкиваются и сливаются, поэтому вы здесь не правы. Есть планетарные системы, где звёзды находятся в состоянии гравитационного баланса, но рано или поздно любой такой баланс будет нарушен. Хотя иногда такие звёзды не успевают дождаться слияния, одна из них взрывается сверхновой, а дальше возможны различные варианты. Какой календарь будет принят на Марсе, когда начнётся его колонизация? Будут ли вводиться марсианские часы или время будет привязано к земному? Ведь продолжительность суток на Марсе и на Земле разная. Нет нужды ждать начала колонизации. На Марсе уже есть свой календарь. Пользуются им, конечно же, современные жители Марса. Как вы знаете, планета населена роботами. Марсианские сутки соответствуют полному обороту красной планеты вокруг своей оси и называются солами — сокращение от солнечного дня. Он всего на 39 минут и 35 секунд длиннее земного. Для удобства один сол делится на 24 часа. Время, обозначенное таким образом, называется местным солнечным временем, или Local Solar Time по-английски. Поэтому в описании марсианских миссий часто можно встретить аббревиатуру LST. Марсианский год оборот вокруг Солнца занимает 668 солов или 687 земных суток. Спутники Марса Фобос и Деймос довольно скоростные товарищи в сравнении с нашей Луной. Фобос совершает оборот за 7 часов 39 минут, а Деймос — за 30 часов 18 минут. Поэтому нет однозначного способа поделить марсианский год на месяц. Предложено несколько вариантов, но ни один из них не используется. Время марсианского года учёные определяют по солнечной долготе — 0 градусов соответствует весеннему равноденствию к началу северной весны, 90 градусов — летнему солнцестоянию, 180 градусов — осеннему равноденствию и 270 градусов — зимнему солнцестоянию. На Земле весна, лето, осень и зима одинаковы по длине, потому что орбита Земли почти круговая, поэтому она движется с почти постоянной скоростью вокруг Солнца. Напротив, эллиптическая орбита Марса заставляет его расстояние от Солнца меняться со временем, а также заставляет его ускоряться и замедляться на своей орбите. Марс находится в Афелии — наибольшем расстоянии от Солнца, в 249 миллионах километров, где он движется наиболее медленно, что соответствует солнечной долготе 70 градусов, около точки летнего солнцестояния на севере, и в Перигелии — наименьшем расстоянии от Солнца в 207 миллионах километров, где он движется быстрее всего. Это солнечная долгота 250 градусов, около точки летнего солнцестояния южной широты. Сезон марсианских пыльных бурь начинается сразу после Перигелия около солнечной долготы в 260 градусов. Учёные сходятся во мнении, что критическая плотность Вселенной такая, какая нужна для плоской геометрии. Что это значит? Вы же ведь говорили, что Вселенная расширяется во все стороны, и нет центра взрыва, приводили в пример надутый шарик. Как же Вселенная может расширяться только в плоскости, а не сферично? Это что ж, получается, под ногами Вселенная имеет границу, а перед нами бесконечно? Хотелось бы такое объяснение, чтобы можно было представить. Научные термины, бывает, вводят в заблуждение. Тут бы пуститься в долгую дискуссию о том, что естественный человеческий язык не был создан для научной деятельности. Но мы не будем. Имеется в виду плоская геометрия трёхмерного пространства. Легко не только запутаться, но и понять, о чём вообще речь. Спокойно сейчас во всем разберёмся. Как обычно, нам, жителям трёхмерного пространства, поможет аналогия пространства меньшей размерности. То есть рассмотрим двумерное пространство, а смотреть на него будем из нашего трёхмерного. Двумерное пространство может быть плоским, у треугольника в таком случае сумма углов будет 180 градусов. Может быть положительная кривизна двумерного пространства, поверхность сферы, например, и сумма углов треугольника на поверхности положительной кривизны будет больше 180, а на седлообразной поверхности отрицательной кривизны, как вы догадываетесь, сумма углов треугольника будет меньше 180 градусов. Теперь вернёмся в привычное трёхмерное пространство. Самая простая треугольная штуковина в нём — это тетраэдр. В плоском трёхмерном пространстве сумма углов у вершины тетраэдра равна 180 градусам, а вот если трёхмерное пространство положительной или отрицательной кривизны, то сумма углов у вершины тетраэдра будет соответствующим образом отличаться. Почему Crew Dragon потерял два иллюминатора? Их чётко видно в интерьере, но на фото извне можем видеть, что их просто закрыли. Временное ли это решение? Это связано с требованиями NASA. Указанная вами сторона при посадке корабля очень нагревается, из-за чего было решено окна прикрыть теплозащитными заглушками. Это проще, чем перепроектировать весь корабль и выпускать его без окон. Поэтому следующие капсулы почти наверняка будут использовать аналогичное решение. Возможно, в туристических запусках SpaceX вернёт иллюминаторы, но пока об этом рано говорить. Почему скафандры для внекорабельной деятельности у советских российских космонавтов бежевые, а у американских астронавтов молочно-белые? Цвет не обусловлен никакими техническими требованиями и не влияет на характеристики скафандров для ВКД. Главное, чтобы он был близок к белому. Он отражает наибольшее количество тепла, поэтому и был выбран для космических прогулок. Зависит же он только от состава ткани. Какие перспективные технологии разрабатываются в космической отрасли? Если брать космическую отрасль как максимально широкое понятие, следует разбить его на несколько направлений. Космонавтика, пилотируемая космонавтика, ракетостроение и отдельно научные инструменты. В ракетостроении перспективными являются многоразовые системы доставки грузов на орбиту из-за ее пределы. Вслед за SpaceX в этом направлении работают Rocket Lab, Blue Origin, Arian Space и United Launch Alliance. Свои разработки ведутся и в Китае. Перспективными можно назвать поиски способов создавать тягу не при помощи химической реакции горения. Это всё-таки отдалённая перспективная перспектива. В космонавтике передовые разработки касаются миниатюризации и увеличения срока службы космических аппаратов. Мы считаем очень важными новые технологии по уборке с орбиты космического мусора. И хотелось бы в ближайшие десятилетия увидеть космические аппараты, которые смогут сами себя чинить. Или чтобы хотя бы материалы проявляли свойства заращивания образующихся трещин. В пилотируемой космонавтике на первый план тоже выходит автономность замкнутых систем. Таких, в которых теоретические станции или поселения смогут зависеть от Земли наименьшим образом. Исследования здоровья в условиях низкой гравитации тоже продолжат занимать умы учёных в ближайшие десятилетия. А поиски улучшения самочувствия астронавтов и космонавтов перспективны уже сегодня. С научными инструментами всё довольно прозаично. Они должны становиться мощнее, точнее и разнообразнее. Многоканальная астрономия, ролик о которой, кстати, есть у нас на канале, одно из самых перспективных направлений. Наравне с изучением экзопланет и поисками частиц тёмного вещества. Вкратце, пожалуй, всё и перечислили. Келлан Маск как-то говорил, что для разворачивания самого простого поселения на Марсе необходимо отправить огромное количество ракет. И это очень дорого. Почему для каждого груза необходима своя ракета, когда можно на орбите Земли толкать груз в нужном направлении, а на орбите Марса ловить его? Ведь нет сопротивления, и начального импульса должно хватить, чтобы груз долетел до нужной точки. Идея замечательная, не учитывая, что груз до околоземной орбиты нужно доставить большим количеством ракет. Сегодня не будем о таких мелочах. Пусть мы уже собрали много груза на орбите Земли, стыкуем к нему ступень ракеты с полными баками, и она вместе с грузом набирает вторую космическую скорость в направлении Марса. И вот они летят вместе. Что полагаете делать дальше? По идее ракетная ступень вроде как не нужна. Хотя на самом деле нужно выполнить небольшой корректирующий импульс для изменения наклонения орбиты относительно Солнца. Ведь Марс и Земля обращаются немного в разных плоскостях, и при межпланетных полётах это надо учитывать. Ну ладно, после корректирующего манёвра где-то в середине пути можно выбрасывать нашу ступень. Смотрите сами, скорость нашего груза — это вторая космическая для Земли, а она больше второй космической для Марса. Вы предлагаете ловить этот груз на орбите Марса. Пусть там на первой космической марсианской скорости на орбите вращается гигантский робот-вратарь из японских мультиков. И вот наш груз на скорости 11,2 км в секунду подлетает к роботу, у которого скорость 3,6 км в секунду. Разница, как видите, 7,6 км в секунду. Скорость мяча в футболе может достигать 137 км в час или 0,038 км в секунду. Футбольный вратарь ещё может с такой разницей скоростей справиться. Но для разницы в 7,6 км в секунду никакого робота не хватит. Нет материалов, чья прочность позволит провести такой эксперимент. Так что надо либо разворачивать ступень с грузом в обратную сторону и включать двигатель для торможения, либо убирать груз внутрь какого-нибудь корабля с теплощитом и начинать тормозить прямо об атмосферу Марса. Об атмосферу можно сбросить довольно много скорости, но не всю, так что дальше корабль должен осуществить мягкую реактивную посадку. Либо, если вы выбираете первый вариант, то ступени нужно с собой вести только топливо для торможения до первой космической скорости Марса, стыковаться с роботом, который уже мягко опустит груз на Красную планету. Кстати, на орбите Марса ещё ни разу не было стыковок аппаратов в истории космонавтики. Это, конечно, возможно, однако такой вариант стоит использовать, когда есть межпланетный корабль с ядерным реактивным двигателем. Он половину пути разгоняется, а половину тормозит. И такой корабль не стоит сажать ни на одну из планет, а челноки будут доставлять грузы на орбиту из орбиты у каждой из планет. По сути, это инфраструктура для уже развитой колонии на Марсе. Пока инфраструктуры нет и нет явной потребности в ней, нужны многоразовые ракеты, которые и до Марса груз с людьми довезут и обратно к Земле улететь могут. Да ещё и мягко сесть на неё. Как видите, ловить груз на орбите Марса совсем не легко. Мы, конечно, упростили расчёты, не учитывая, что межпланетный корабль, летящий от Земли, будет немного замедляться гравитацией Солнца, а летящий в обратную сторону будет этой гравитацией ускоряться. Но мы старались максимально просто объяснить, к каким последствиям приведёт высказанное в вопросе инженерное решение. На первый взгляд, оно может показаться простым, а при более детальном рассмотрении реальность предстаёт перед нами во всей красе. Почему нельзя использовать принцип работы рельсотрона для путешествий в космосе? Использование большой пушки, пускай и работающей на электромагнитном эффекте, а не на взрывном, очень сложная в реализации затея. Подобный запуск чреват огромными продолжительными перегрузками, которые даже самый натренированный человек не сможет перенести. А запуск грузов даже на околоземную орбиту с такого устройства потребует очень длинного ствола порядка километра. Вложение средств и усилий в подобную пусковую систему попросту выглядит нерациональным. Лучше уж попробовать построить что-то вроде вакуумной центрифуги. Таким проектом, например, занят стартап SpinLaunch, о котором у нас на сайте есть статья. Но и их успех, будем честны, выглядит маловероятным. Возможно ли в Украине попасть в космонавтику? Есть ли организации или вузы, которые обучают и устраивают опытных инженеров или программистов в космические агентства? В Киеве, Харькове и Днепре есть вузы, которые способны дать вам необходимое образование. Однако вряд ли вы с этим образованием найдете работу мечты. Если готовы попробовать, дерзайте. Именно на горящих космосом людях сейчас держится украинская космическая отрасль. Ну а если вдруг желаете работать за границей, то лучше сразу там и учиться. Интересует теория варп-перелетов и как это работает? Пусть наблюдатель смотрит в телескоп на планету за 100 миллионов световых лет, а я после начала наблюдения за секунду туда перелетаю на корабле с варп-двигателем. Что видит наблюдатель в телескоп? Ответы на вопросы про путешествие света на большие расстояния и расширение пространства после большого взрыва были в предыдущих выпусках Космосправочной. На самом деле у нас на канале есть подробное видео о варп-двигателях и о том, почему скорость света вряд ли удастся превысить. Максимум к ней приблизится. На вопросы подобного рода всегда трудно отвечать, так как речь идет обычно даже не о теориях, а о гипотезах. Но мы настаиваем на том, что путешествовать во времени вы все равно не сможете. Если темная материя, согласно текущим представлениям, начала формировать сгустки еще со времен большого взрыва и ее частицы гравитационно взаимодействуют друг с другом, то почему она не успела сформировать темные планеты и темные звезды, хотя обычной материи хватило времени это сделать много раз? Что останавливает темное вещество от слипания в крупные макрообъекты? В таком случае мы могли бы ожидать, что их можно было бы обнаружить и в окрестностях нашей Солнечной системы. Привычная нам материя взаимодействует сразу на нескольких уровнях. Это слабое, сильное электромагнитное и гравитационное взаимодействие. Они все в той или иной степени необходимы для формирования звезд, планет и других космических объектов. Обычное вещество, формируя такие объекты, теряет энергию. То, что мы называем темным веществом, судя по всему, имеет очень небольшую плотность распространения во Вселенной и при этом испытывает только гравитационное взаимодействие. Чего недостаточно для слипания частиц, у них слишком много энергии, чтобы быть очень близко друг к другу. А потерять ее нет возможности. Поэтому темное вещество не эволюционирует в какие-то объекты вроде звезд или планет. Интересно поразмышлять на тему предела тяги химических двигателей и максимальный размер планеты, с которой можно на них преодолеть силу тяжести. Можно ли взлететь с условной суперземли? Как бы могли развиваться такие цивилизации? А цивилизации без углеводородов? Если пытаться использовать только известные нам законы физики, то все зависит от плотности атмосферы суперземли. Вполне можно представить аналог воздушного старта, летающий космодром с крыльями, который выводит ракету на достаточную высоту, где давление атмосферы уже минимально. Дополнительно к высоте такой самолет-космодром сообщает заметную скорость ракете, заметную в сравнении с орбитальной скоростью. Если у жителей суперземли нет возможности сжигать углеводороды, то двигатели могут нагревать местный воздух с помощью мощных источников микроволнового излучения. А ступени ракеты могут работать за счет микроволновой энергии, прицельно излучаемой с гератронов летающего космодрома в направлении ракеты, внутри которой нагревается какой-нибудь газ, водород или гелий. Верхние ступени ракеты могут работать и на ядерной энергии. Система выхода на орбиту получается, мягко говоря, дорогая. В каком созвездии находится Солнце? Созвездия — это просто кусочки, на которые астрономия разбивает наблюдаемое небо, чтобы было проще ориентироваться и классифицировать объекты. Так как Земля обращается вокруг Солнца, оно не причислено ни к каким созвездиям и движется по ночному небу, лишь пересекая некоторые из них. Пересекаемые созвездия, кстати, называются зодиакальными. Их очень любят астрологи. Хотя вот зодиакальный знак змееносца они до сих пор не принимают. Эх. Насколько в действительности опасны мощные магнитные бури от Солнца для наземной электроники? Какие существуют меры для минимизации ущерба от таких событий? В 1859 году произошла самая мощная геомагнитная буря в истории, из тех, о которых сохранились сведения. Повсеместно были видны северные сияния, а существовавшие тогда электрические системы, телеграфы, вышли из строя. Единственный способ уберечь электроприборы – полностью их изолировать, поместить в защищённое пространство, вроде металлического короба. Обычные и даже сильные солнечные штормы не очень опасны для наземной электроники и угрожают лишь околоземным космическим спутникам. Достать земные электросети способен лишь следующий супершторм. Но оценить ущерб от подобного события заранее невозможно. Смею лишь предположить, что он будет катастрофическим. Большой проблемой является то, что предвидеть такое событие очень трудно. Ту самую бурю 1859 года удалось наблюдать на Солнце всего за 18 часов до того, как она достигла Земли. Ну, по крайней мере, нас успеют предупредить. Надеюсь. Какая будет первая постоянная база на Луне? Она точно будет небольшая. Почти наверняка будет полностью зависеть от поставок продовольствия и других припасов Земли. Возможно, будет располагаться частично под лунной поверхностью. А наиболее близкие к реализации концепторы разрабатываются в рамках программы Артемида. Но будут ли они реализованы, всё ещё вопрос. Следует дождаться новой администрации НАСА и её решений по лунной программе. Может ли в облаке Оорта находиться две планеты и звезда бурый карлик? В облаке Оорта определённо находятся карликовые планеты. Например, Седна, которая имеет меньшие размеры, чем карликовый спутник Плутона-Харон. А вот никакого бурого карлика там совершенно определённо нет. Есть коричневый карлик Глизе-710, который, по некоторым предположениям, столкнётся с облаком Оорта через полтора миллиона лет. Как двигатели ракеты запускают повторно? Ведь после его выключения возникает невесомость, и всё топливо разлетается по баку. В предыдущем выпуске Космосправочной 4 недели назад мы отвечали на похожий вопрос, но там больше сосредоточились на запуске газогенератора двигателя. Что касается топлива в невесомости, то для его осаждения скоординированно включают несколько двигателей ориентации, работающих на, упрощённо скажем, сжатом газе. Двигатели ориентации дают импульс ступени ракеты вперёд, топливо отбрасывают к задней стенке баков и дальше включается основной двигатель. Видимая с Земли полоска Млечного Пути — это наш рукав галактики или соседний. Устремляя взгляд на ноль градусов в сторону нашей галактики, мы видим наложенные друг на друга рукава, ну и центральный балдж. Глядя в противоположную сторону, мы увидим вот эту часть галактики. То есть, так как мы находимся внутри галактики, то Млечный Путь полностью опоясывает наше небо. И, соответственно, видны все его части. Почему планеты и звёзды состоят из разного материала, если образовались из одного облака? Всё зависит от плотности вещества и, в первую очередь, его массы. Чтобы звезда стала звездой, ей нужно быть хотя бы в 75 раз массивнее Юпитера. Лишь такая масса создаёт достаточную температуру и давление, чтобы в звезде могли происходить термоядерные реакции. Сами элементы космических кузнец должны тоже быть определёнными. В основном, это лёгкие водород и гелий. Объекты же меньшей массы остаются планетами. Поэтому исходное вещество действительно одинаковое, варьируется лишь его масса и элементный состав. Если космический корабль разогнать примерно до тысячи километров в секунду, потратив какое-то количество энергии, потом затормозить, потратив столько же энергии. Корабль потратил энергию, при этом не имеет никакой скорости. Куда делась энергия? Ну вы сами сказали, на разгон и на торможение. Энергия была преобразована сперва в набор скорости, то есть в ускорение, направленное в одну сторону, а затем на компенсацию этой скорости, то есть аналогичное ускорение с направленным в обратную сторону вектором. Вроде бы всё просто. Вопросы по мотивам фильма о шаттлах. Как изменялись шаттлы? Сколько всего их было? Какими были ключевые изменения? Эксплуатировались ли шаттлы параллельно? Предусматривалась ли возможность подстраховки миссии другим челноком? Правильно ли понимаю, что Энтерпрайз сыграл роль опытного аппарата и не эксплуатировался? Первое, изменялись много, но не кардинально. Много изменений касались систем прерываний и теплозащиты, работали над грузовым отсеком и удобством экипажей. Всего было построено шесть спейс-шаттлов, из которых в космос летали пять. Самый первый Энтерпрайз был чисто тестовым аппаратом и действительно ни разу не эксплуатировался в космических миссиях. Ну а вторая часть вопроса. Параллельно спейс-шаттлы использовались. За всю историю полёта в целых 17 раз челноки оказывались на соседних стартовых площадках. Хочу ещё раз предложить всем нашим зрителям посмотреть фильм об истории спейс-шаттлов, он есть на нашем канале и ссылка на него будет в описании. А вообще спасибо вам за внимание, друзья! Надеюсь, вы оцените этот выпуск ответов своими лайками и подписками на канал. Не забудьте о том, что подобные ролики выходят исключительно при поддержке наших спонсоров и патронов, присоединиться к числу которых можно по ссылкам из закреплённого комментария. И что вы продолжите любить науку, космос и Вселенную.